Приветствую вас! И если говорить непосредственно о том, что вы сейчас переживаете, что вы сейчас испытываете, то можно говорить о элементах любовной зависимости. То есть, посмотрите, вы понимаете, что человек к вам относится не так, как вам того хотелось бы. Вы понимаете, что девушка вас не ценила, не относилась к вам так, как вы того достойны, как вы заслуживаете. Она помирилась с вами и возобновила отношения исключительно для того, чтобы удовлетворить какие-то свои потребности, свои интересы. Но при этом ничего менять она в себе самой не собиралась, потому что вы сказали, что все повторяется одно и то же. Это означает, что девушка откровенно вас использует. Вот она, например, считает, что раз ей 20, а вам 31, то вы в ней заинтересованы и должны все для нее делать. И в этой ситуации вы сделали правильно, что попрощались с ней, потому что, ну, понятно, что таких отношений нет будущих. Когда вы не получаете от того, что вам хочется, вы не чувствуете себя мужчиной, не чувствуете себя нужным и так далее. Тем не менее, вам очень тяжело. Вот вам с ней очень тяжело. Но при этом, как вы пишете, вас всегда к ней что-то тянуло. То есть, несмотря на все ее негативные моменты, что-то для вас с ней было позитивное. И несмотря на то, что вам с ней тяжело, то есть тяжело, почему тяжело, потому что вам не нравится, когда к вам относятся, вам не нравится, как развиваются ваши с ней отношения, да, вам это все не нравится, но тем не менее, то, что вас с ней тянет, пересиливает негатив. И вот из-за этого вы сейчас и грустите. Соответственно, давайте определим так. Если вас что-то к ней тянет, и вам сейчас грустно, то есть вы осознаете, что поступили правильно, но все равно избыдуете к ней тягу, то значит, что вам чего-то не хватает. Вот на личном уровне, на вашем профессиональном уровне, вам не хватает каких-то удовлетворения, каких-то потребностей, исполнения каких-то желаний. Вы чувствуете себя недостаточно, реализовывающихся. И девушка вам нужна. Довольте бы почувствовать, вот тут тонкий момент, почувствовать что? Твою значимость, мудрость, мужественность, что это еще. И возникает вопрос, а почему вы в этом сомневаетесь? Почему вы в чем-то сомневаетесь, раз пытаетесь через эту девушку показать, что у вас это есть? То есть тут имеет место внутреннее неуверенность в себе. Может быть, какие-то сомнения, какие-то страсти, может быть, не желание быть в одиночестве и так далее. И в этот момент нужно прорабатывать, потому что если это страх перед одиночеством, то нужно понять, до чего же вы, собственно говоря, боитесь в одиночестве. И учиться быть наедине с собой, учиться достигать того, что вам нужно без людей, не через людей. А женщины воспринимают непосредственно как саму цель, для того, чтобы делать счастливой именно ее. Вот вы, например, делаете что-то для девушки, смотрите, а она не очень реагирует позитивно на то, что вы стараетесь. То есть вот ей вроде бы и нравится, но в то же время реакции, которые бы вы посчитали сколько-нибудь хорошей, соответствующей тому, что вы делаете, у нее нет. И это означает, что вы для нее не так сильно значимы, как она, допустим, для вас. Она через вас потребности удовлетворяет в меньшей степени, чем вы через нее. Она в вас нуждается меньше, чем вы в ней. И вот эта разница, разница нуждаемости, и приводит к тому, что вы как бы от нее зависите. А нуждаемость, она либо находится на одном уровне в равноправных прочных отношениях, либо люди вообще лично для себя друг другу не нуждаются. У них есть желание делать друг друга счастливыми, и все. Но для этого, для этого необходимо, перед тем, как в отношения вступить, решить все свои личные проблемы. Достичь или как бы находиться в активном процессе достижения своих целей. В качестве примера можно привести, например, человек, который, скажем, учится, активно работает, или, или, да, мы сейчас не берем в расчет, что вот человек занимается и тем, и тем. Ну, допустим, активно работает, занимается карьерой. Значит, человек, который занимается карьерой, достаточно уверенный в себе. И эта уверенность в себе позволяет ему общаться с другими людьми так, чтобы они видят, что он не претендует, не на что больше, чем ему нужно, но при этом и не позволяет на себя претендовать в большей степени, чем, опять-таки, ему нужно. То есть, это человек уверенный в себе, да, который сам является собой, и другим позволяет также быть самим собой. И вот это очень важный момент. Потому что, если у человека чего-то нет, например, вот кто-то не реализуется, тогда, календарь, эти потребности будут удовлетворяться через близкого человека, через него. А человек сам будет восприниматься как средство. Вот вам этот нюанс нужно исключить, по возможностям. И тогда то, что произошло в ваших отношениях, больше не повторится. Далее вы пишете, значит, что не знаете, как себя вести. Это не совсем понятно, потому что не знаете, как себя вести с кем. С девушкой, но с ним вы уже вроде бы попрощались. А если вы предполагаете взаимодействие с ней дальнейшее, то можно сказать так. Если вот она вам позвонила, да, значит, позвонить, скорее всего, еще раз. Потому что она ведь тоже не у вас нуждается, мы это отметили. Только нуждается в мечте, чем вы. Ну вот она вам позвонит. Она вам позвонит и скажет, например, давай пойдем там погуляем, например. И вы спрятите ее по телефону. Так, кое-что, без негатива. А зачем? Вот для чего? Она скажет, ну, я так хочу, мне хочется тебя увидеть. Это вы ей скажете следующее. Что я не вижу. Я не вижу, что ты хочешь. Я не вижу у тебя желание меня видеть. Я не вижу желание там со мной общаться. То есть ни угоди ее, ни там, вращать какие-то претензии, ни ссорки. Все это бесполезно. Просто скажите ей, что вы не видите заинтересованности в себе у нее. И если она вам эту заинтересованность покажет, а вы ей достаточно делаете за то, чтобы показать свою заинтересованность, то вам можно будет также разговаривать. Уверен, что после этого она вам может больше не позвонить. Почему? Потому что вы не согласились принять ее условия. Вы не согласились пойти на уступку ей. А менять что-то в себе, ради того, чтобы получить то, что ей нужно, оно не будет. Опять-таки, почему? Да потому что она привыкла получать желаемое с меньшим количеством задрат. эмоциональных, физических, временных и так далее. А тут вдруг такие требования. Ее это не устроит и покажет истинное к вам отношение. И тогда вам, вот в дополнение ко всему, что я сказал, да, станет понятно, более понятно станет, как она к вам относится. В этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если сделаете мой ответ лучшим, буду благодарен.